Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Вот приготовила я на отправку штамбы. Что делаем с осенью? Или просто выбираем самый ровный побег. Вот самый-самый ровный. Вот этот штамп или хлыст. Осенью они другими не бывают. Из такого хлыста ветки весной сделаем штамп. Вот цветение. Цветение сдвинулось будет позже. Ни в коем случае вверх сейчас не обрезаем. Для отправки у меня есть гофрокартон. Я буду из него делать тубу. Вверх обрезать нельзя осенью, так как будут просыпаться боковые побеги. Но я считаю, низ, например, лишнюю веточку убрать надо. Вверх не трогаем, а тонкие внизу веточки я вот убрала. Вот такая веточка. Это все убралось. Вот этот штамп полтора метра. Штамп чем выше, тем ценнее. Ну, таким штампом вообще цена в сезон очень дорогая. Но я не про себя говорю. Вообще продают их примерно по 7 тысяч. Вот у меня в разы это все дешевле. Здесь полтора больше. Ну, здесь вот эти до плеча. Вот это, ну, тоже метр тридцать, метр сорок. И есть, например, вот лишняя веточка. Сейчас я ее убирать не буду. Весной надо будет вот это вот убрать. Вот здесь, если маленько на бочок, мы в грунте ее вот так вот выравниваем. Сейчас ничего не трогаем. Макушки не убираем. Я буду заматывать так, как есть. Высаживаем или в грунт, или пока в горшке. И убираем. Или в подвал, в хранилище. Или можно уложить вдоль забора. И чтобы присыпало снегом. Штампы, считаю, лучше укладывать. Штампы вообще, я считаю, должны быть от метра. Сантиметров 40-50 это... Ну, это не штамп. Это пародия на штамп. Что делаем весной? Весной будут просыпаться вот дополнительные побеги почки. Мы просто будем их вот так вот выламывать. Сейчас вот их нету. Выламываем почку. Тем самым потом не надо обрезать, например, вот такую ветку. Если бы ее, вот эту почку, выломать весной, то ветка бы это не выросла. Это чтобы не резать, выламываем. Это относится хоть к яблоням. Вообще, что мы убираем. Выламываем почку. А так режем тогда. Придется вырезать веточку. Убираем весь низ. И оставляем сверху примерно пять. Вот так вот. Между узлей. Снизу вот это все убрали. Листа не будет весной. И оставили верх. Верх по возможности надо сохранить. Я даже считаю, что осенью, относится к любым гортензиям, не стоит обрезать макушки. Я делаю. Когда они уже сухие, беру и вот так вот кверху снимаю, как ошмыгиваю. Это самое щадящее, самое лучшее. Конечно же, подсохшую макушечку мы весной обрежем. Удалим до живой ткани. Метельчатая на вид кажется. Неживая весной, тоненькая, там ниточки, соломинки. Но они же живее всех живых. Они очень и очень живучие. Это штамбы фантомы. Ой, ванила я против. Потому что она клонится. Зачем мучить растения? Для штамбы я считаю, что она не годится. Для штамбы подходят полярный, фантом, лаймлайт, там мохито, сильвердоллар, пинки-винки, мэджикал кэндл. Ну, вот, может даже олитл спути сделать маленький штамбик. Тоже будет интересно. Интересно. Вот, цветение сейчас так же трогать не буду. Когда уже подморозит, просто снять надо будет наверх. Но это пойдут они в теплый регион. Мне надо вот здесь вот 50 штучек. Ящик уже забрали. Надо заполнить внутри. Я буду брать 2 и 2 вольтом ложить и закладывать середину или бутылками, или гортензиями, которые пойдут 50 штучек. Чем я сейчас и займусь. Вот. Ну, про штамбы я вам в весну еще сниму видео. Вот такой уже штамб. Надо постараться, чтобы он вырос за лето до осени максимально высоким. А если будет тоненький, слабенький, например, маленький, то уже штамб не выгодится из него. Придется резать вот так вот на одну почку. Ну, две. Которая пойдет вбок. Кривая, например, мы ее потом выломаем. А которая самая ровненькая, из этой почки тянем заново максимально высокий штамб. Штамбы делать несложно. Кто-то расписывает прямо годами там. Несколько лет надо формировать. Я считаю, это работа год-два. Все. Даже в первый год. Уже первый год они такие, хлысты выращиваем. Второй год уже формируем саму ножку, штамб и вверх. Обрезка идет так же. Все убираем, как и обычной гортензии. Убираем внутреннее, тоненькое. Оставляем самые-самые мощные веточки. Ну, вот оставлю еще, чтобы показать вам. Хотя у меня есть из чего выбрать. Так они вот само получилось, что они выросли вот такими мощными. Кое-где я говорю, что я убрала вот тоненькие вот такие вот веточки. Ну, если эта тема интересна, конечно же, продолжим. буду рассказывать и показывать еще. Все, подписывайтесь. Всем всего хорошего. До свидания. А я пошла запаковывать растения. До свидания. Редактор субтитров. Редактор субтитров.